Пандемия коронавируса ударила по всем массовым мероприятиям. И музыкальные фестивали, которые обычно проходят весной и летом, пострадали сильнее всех. Но, к слову, именно ВК-фест стал первым российским фестивалем, который был не перенесен на следующий год, а полностью перешел в онлайн-формат. Двухдневный фестиваль ВКонтакте, который пять лет подряд проходил в Питере в парке 300-летия Петербурга, стал семидневным, до этого онлайн-события такого масштаба, кажется, не проводил никто. Целая неделя бесплатных трансляций стартует уже сегодня. Эфиры будут идти в сообществе ВК-фест с обеда до вечера, это концерты музыкантов, интервью со звездными гостями и блогерами, выступления стендаперов и многое другое. Кстати, организаторы уже объявили даты фестиваля в 2021 году, 24 и 25 июля. Все билеты, купленные в этом году, будут действительны и следующим летом. Главное на ВК-фест 2020 – музыка. Влайн-апе этого года более 70 артистов, которых чаще всего слушают пользователи ВКонтакте. Список участников максимально разнообразный, и еще десятки других исполнителей, включая таких артистов, как Елена Темникова, Макс Барских, Ольга Бузова, Нилета, Ганн. Флат, Red Samara Automobile Club, Мруф, Зивард, Марик Раймбрари, Клава Кока, Фогель, Жахалиб, Гаязов знак доллара, Бразер знак доллара, Менежи и многие другие. Полный список артистов и расписание выступлений можно посмотреть в официальном сообществе ВК-фест. Зрителей также ждут интервью с известными спортсменами, телеведущими, блогерами, режиссерами, деятелями культуры, от Ивана Урганта и Сергея Бурунова до Маргариты Мамун и Михаила Петровского. В течение всей недели к трансляциям ВК-фест будут подключаться звезды канала ТНТ, Демис Карибидис, Зоя Бербер, Юлия Топольница, Кая, Яна Кошкина и другие. Они представят премьеры грядущего сезона, выступят со стендапами и исполнят песни. Помимо этого, организаторы обещают крутые розыгрыши и сюрпризы от гостей фестивалей ВКонтакте. Все анонсы и расписание также можно найти в официальном сообществе Феста. На Фесте можно не только послушать музыку, но и поучаствовать в благотворительной акции. Все семь дней, которые продлится онлайн-фестиваль, пользователи смогут отправлять друзьям подарок с хомяком Сеней. Деньги от его продажи будут перечислены трем фондам, а Дэвито – не напрасно и насилию. Нет, они помогают больницам и людям, попавшим в трудную ситуацию. Благотворительный подарок будет стоить 15 голосов, это 105 рублей. Подарить его очень просто, нужно зайти на страницу любого человека, нажать на знак подарка и выбрать сюрприз с хомяком Сеней. Трансляция второго дня фестиваля начнется сегодня в 16 часов ровно, не пропусти. Субтитры создавал DimaTorzok